WordArt – это вообще такой сервис, очень известный и с хорошими возможностями. Он тоже позволяет делать интерактивные облака. Вот, пожалуйста. Это я здесь зашифровала сервисы для создания интерактивного видео. Вы можете понажимать по этим ссылочкам, они, по идее, должны открыться. То есть, вот каждый сервис, он у меня тут зашифрован ссылкой. Ну, вот такая вот получилась коллекция ссылок в виде цветочка. WordArt требует уже регистрации, но у него очень хорошая библиотека и очень подробно все прописано. Во-первых, нам требуется список слов. Вот он открывается в разделе Words – слова. Мы вписываем сюда. Здесь уже какие-то слова даны у нас. Стираем, вписываем свои. Здесь тоже есть раздел Link. Он скрывается во вкладке Mo больше. Если нам не нужны эти ссылки на другие веб-ресурсы, то его оставляем пустым. Будет просто картинка. Если нам нужно, чтобы переходить на другие веб-ресурсы, то вставляем ссылку на каждое слово. Мы тут на одном вебинаре пытались высчитать, сколько слов можно добавить. Что-то на 30-м слове запнулись. Ну, наверное, какие-то ограничения здесь все-таки присутствуют по количеству слов. Но в целом и общем здесь можно довольно большой список все равно вставить. А дальше внизу еще дополнительные вкладки есть. Например, Shapes – это формы. То есть можно выбрать там форму любую. Там цветочек, дерево, даже самые экзотические, какие угодно. Там есть огромное количество звездочка и тому подобное. Дальше. Фонс – это выбор шрифта. Я заметила, что облака должны создаваться в одном языке. То есть если у нас часть слов написана латиницей, а часть кириллицей, то это фокус не пройдет. То есть нужно все в одном языке. Либо все по-русски, либо все по-английски. Дальше. Лейаут – это у нас выбор расположения слов. То есть они прямо будут, наклонно, по диагонали и тому подобное. Ну и стайл – это выбор цвета, там различные стилевые уже особенности. Дальше нажимаем на большую кнопку «Visualize» визуализировать и получаем готовое облачко. У нас все есть возможность скачать, получить ссылку и коды, встроить все это на страницы сайта и блога. То есть здесь практически ограничения очень минимальные. Даже то, что мы скачаем, оно будет в очень неплохом качестве. Если мы уже хотим там HD какое-то качество, то да, тогда нам скажут, что это платно. Ну а в целом нормальное качество, стандартное, здесь хорошо работает. Поэтому вот в качестве интерактивного облака слов это, наверное, сервис номер один в данном случае.